В последнее время мы интенсивно ищем следы допотопной цивилизации, одним из признаков которой является гигантизм во всех проявлениях. Будь то очень высокий рост человека, крупные несторазмерные сооружения с высокими потолками и дверьми, а также следы производственных предприятий, заводов и фабрик. Как показала практика исследований, таким ярким следом являются средневековые замки, которые в нашем сознании зафиксировались только как оборонительные сооружения. Привет друзья, с вами загадочных замков Луары и не только Елена Тапсида. Мое увлечение замками началось три года тому назад. Как-то раз я просматривала замки Франции на реке Луара. Один из замков привлек мое внимание особо. Это был не самый величественный или популярный замок, однако именно он поразил меня своим необычным архитектурным решением. Это замок Шинансо на реке Шер. Замок располагается не на высоком скальном массиве и не среди полей и лесов, а он словно плотина перегородил своим белым телом небольшую речку Шер, приток знаменитой Луары. Взгляните на этот романтичный замок. Он словно герой греческого эпоса Нарцисс, очарованный своим отражением в воде. Однако, возможно я вас разочарую, это вовсе не замок, а мельница, построенная в стиле французского ренессанса. Хотя мельница также звучит гордо. Белый камень, игра света и тени, отраженных от поверхности воды, создают удивительный художественный образ, остающийся в памяти навсегда. История замка, продолжу я вам, достойно воплощения в возможных романах Александра Дюма, наподобие Две Дианы 2 или Королева Марго 2. Шинансо называет замком женщин, потому что наибольшее влияние на его архитектуру и историю оказали именно женщины. По большому счету этих женщин можно назвать мельничихами, так как в той истории мельник-мужчина зачастую отсутствовал. Предлагаю окунуться в интересную историю этого замка, по ходу повествования я буду делать собственные пояснения. Мое впечатление, замок и прилегающая к нему территория, это достаточно сложное гидротехническое сооружение. Давайте посмотрим на его план и прилегающую к нему местность. На правом берегу реки Шер находится разветвленная сеть каналов и шлюзов. Собственно весь парк замка и окружен каналами Дю Шато-де-Шинансо, простите мой французский, там вполне может проходить лодка. Два больших канала соединяются в один, который уходит куда-то вдаль, в поля. Долина рек Луар и Шер являются весьма болотистой местностью. Чтобы осушить поля устроили каналы и шлюзовые системы для их регулирования. Вполне естественно, что два отводящих канала со стороны полей подходили к реке, где логично была построена мельница. Местные краеведы шутят, что это было за массивное сооружение такое, то ли крепость-мельница, то ли мельница-крепость, но и без шуток, легко понять, что всякое гидросооружение на реке должно иметь достаточно мощное и прочное фундаментное основание. Расположение технологического здания поверх руслой реки и система водосброса вполне напоминает современные некрупные гидроэлектростанции на реках с небольшим перепадом высот, примером которой является река Шер. А что же нам говорит история? С середины XIII века поместье, где сегодня возвышается замок Шинансо, принадлежало семье де Марк, выходцам из Аверньи. Их собственностью была и находящаяся здесь крепость, окруженная водяными рвами и связанная с берегом реки Шер подъемным мостом. Рядом с крепостью стояла мельница, к настоящему времени от крепости XV века остался лишь донжон, называемый башней Марк, который стоит на искусственно созданном островке, чьи берега облицованы камнем наподобие фортификации. Однако в эпоху централизации Франции, как единого государства, из-за неповиновения власти короля Карла VI, семья Марк лишилась поместья. Оборонительные сооружения по приказу короля были срыты, осталась лишь одна башня донжон. Замечание от меня. Получается, что в XIII веке некие рвы вокруг крепости уже были, а сама крепость и мельница были сооружены практически в русле реки, а это гораздо сложнее сделать, чем на равнине. Про каналы ничего не было сказано, однако, думаю, они на тот момент как техническая необходимость уже были. Да и башня Марк что-то очень сильно напоминает. Похоже, это также была мельница, но уже ветряная. На период забора урожая пшеницы, вода в реке сильно падала, и тогда помогала ветряная мельница, хотя обе мельницы могли работать и одновременно. А бастионные в кавычках башни были ничем аным, как силостными башнями для хранения зерна. Далее следуем по развитию истории. В 1512 году следующим владельцем Шинансо стал Тамабае. Однако он вскоре отправился на войну, и за строительство нового замка взялась его жена Катрин Брессоне. Вопрос со старыми постройками она решила радикально. Сам донжон обретает большие окна, скульптурная декорация окружает дверной проем. Теперь башня представляла собой тип павильона с большими окнами, высокой крышей, причудливыми по форме люкарными. От мельницы остались две арочные опоры. На них было построено квадратное в плане здание с угловыми башенками. Эта прямоугольная конструкция с выступающими угловыми башнями окружила с четырех сторон вестибюль со стрельчатыми сводами. На нижнем этаже находились четыре комнаты, соединенные с четырьмя другими комнатами второго этажа широкой прямой лестницей. В пространстве между опорами старой мельницы расположилась просторная кухня. Посмотрите, какими огромными идеально обработанными блоками было сложено основание древнего сооружения. Даже сегодня никто и точно не знает, как именно рабочие возвели это сооружение. Для таких специалистов, как Жиль де Лаже, невозможно даже различить камни, принадлежавшие старой мельнице и более позднему замку. Похоже, что основные стены от старой мельницы все же остались. Каждый блок основания весит около тонны. Когда была возведена эта старая мельница, неизвестно. Это могло быть от 10 до 12 века нашей эры. Только лишь благодаря циклопическому основанию, который больше тысячи лет, весь замок Шинансу до сих пор стоит и успешно сопротивляется паводкам и размывам опор от водного потока. Со временем замок унаследовал Антуан Бойе. Находясь на службе у короля Франциска I, Антуан стал подворовывать, в результате чего в 1533 году замок был конфискован и перешел в королевскую казну. Хотя в истории прямо-таки написано, что этот маленький замок стал королевской резиденцией. После этого события заметно ускорились. Франциск I иногда наведывался в замок в сопровождении небольшого круга придворных. Элеоноры Габсбургской, своей второй жены, сына Генриха, невестки Екатерины Медичи, своей фаворитки Анны де Песелье, дамы деи и фаворитки сына, некой Дианы де Сент-Валье де Пуатье. В замке устраивались охотничьи выезды, праздники, литературные вечера по моде тех времен. От меня пусть все так, но мне не давала покой одна мысль. Эти в замках, больших и малых, в королевской семье было множество, под Парижем, один фонтенбло чего стоил, а по реке Луари не меньше. Современным туристам на радость. Чтобы походиться в небольшом лесу Шинансо, королю надо было по пыльным дорогам трястись сюда больше 200 километров. Очень похоже, что какие-то королевские праздники, проводимые в соседних замках, например, в Блуа или Шамбур, приписывались и более маленькому Шинансо. А дальше история набирает обороты. Существует множество невероятных историй, связанных с именем Дианы де Пуатье. Якобы она была одновременно любовницей короля Франциска I и его сына, будущего Генриха II. Как бы то ни было, став в 1547 году королем Франции, Генрих II, невзирая на свой брак с Екатериной Медичи, продолжал осыпать Диану многочисленными знаками своего внимания. Надо заметить, что Диана была старше короля на 19 лет. Новый король даже учредил ее эмблему в виде полумесяца, знак богини Дианы Охотницы. Неудивительно, что вскоре замок Шинансо стал собственностью Дианы, вопреки всем законам, запрещавшим отчуждение владений, принадлежащих короне. В 1551 году Диана де Пуатье произвела перепланировку парка и фруктового сада, в котором росли овощи и фрукты, считавшиеся в то время экзотическими, например, артишоки и дыни. По легенде, Диана приказала соорудить каменный мост через реку, чтобы свободно выезжать на охоту на другой берег. Таким образом, мощный мост, якобы для выезда на охоту, был построен в 1556 году. Возможно, она планировала построить второй корпус, симметричный первому. Проводимое Дианой управление замковыми владениями был образцовым. Окружив себя опытными советниками-администраторами, герцогиня взяла все в свои руки, когда только она все это успевала. Она довела Шинансо до совершенства, соответствующего ее стремлению к славе. В первую очередь она провела опись владений имущества, во вторую сделала поместье Шинансо рентабельным. От меня, чтобы поместье стало рентабельным, то есть приносило прибыль, нужно организовать целое сельхозпредприятие замкнутого цикла, начиная от посева, сбора урожая и заканчивая его переработкой. Вот тут и пригодилась бы мельница, да и не одна. В источниках вскользь упоминается еще одно очень выгодное, но энергозатратное производство, но полностью его реализовать удалось следующей владелице замка. Однако все хорошее кончается. В 1559 году после травмы на турнире умер Генрих II и Екатерина Метичи отобрала Шинансо у любовницы мужа. Диана была вынуждена обменять любимый замок на Шамон, хотя ни разу там и не появлялась, переселившись в свое поместье в Анне, где и умерла в возрасте 66 лет. Екатерина же, возвратив в короне Шинансо, устроила там на радостях великолепные празднества в честь своего сына Франциска II и его супруги Марии Стюарт. Архитектор Приматичи оформил поместье с необыкновенной пышностью, колонны, статуи, фонтаны, триумфальные арки, обелиски. Во дворе салютовала батарея из 30 пушек. От меня, а где бы они там все разместились? Скорее всего это празднество происходило в замке Блуа, который находится в 40 километрах от Шинансо и который принадлежал Екатерине Медичи изначально. Вот там-то точно с комфортом разместился бы весь двор Франциска II. Далее в 1580 году был воплощен в жизнь еще один очень странный проект. Медичи приказала архитектору Делорму построить двухэтажную галерею на мосту через реку Шерх. Галерея получилась длиной 60 метров. Она была залита светом благодаря 36 окнам, построенных на мосту. Пять арок, охватывающие здание, подчеркивали эффект воздушности пространства, а отражение в воде создавало иллюзии высокого здания. Зачем Екатерина Медичи построила жилые помещения над рекой, где казалось бы должны содержаться ценные вещи, картины, габелины, мебель, ткани. Влажный климат реки с утренними туманами едва ли способствовал их сохранности. При Екатерине Медичи работы по благоустройству территории продолжались. Был разбит к западу новый сад и построены новые служебные помещения, в частности библиотека возле капеллы. Екатерина в еще большей степени развела дело, начато ее предшественницей и соперницей Дианой де Пуатье. Она расширила шелководство и организовала производство шелка на месте. Медичи придумала такой бренд, как орлеанское королевское полотно. Она придает еще больше размах роскошным садам. Там она сажает лимонные и апельсиновые деревья, великолепно обустраивает земли и цветники, увеличивает количество рощ, декоративных гротов, построек и фонтанов. От меня. Все свои задумки, однако, она осуществляет на суше подальше от замка. Собственно, что собой представляет якобы сады Дианы и де Пуатье и Екатерины Медичи рядом с замком? Это просто клумбы с весьма скромными посадками невысоких кустарников. Многолетние деревья там в принципе расти не могли, так как сады в кавычках это обширные каменные платформы, окруженные каналами, и они явно были предназначены для чего-то другого. Но для чего же именно? Как я уже говорила, работа каналов регулировалась системой шлюзов. Так вот, если шлюзы перед рекой были закрыты, то тогда вода под напором перенаправлялась в один или два канала, где могли стоять несколько устройств с водяными колесами. Приводы от них могли обеспечивать работу многочисленных предельных и ткацких станков. А вот сами гобелины изготовлялись уже в отлично освещаемой галерее. Не исключено и вполне логично по месту расположения, что две арки под самой галереей были заняты под водяные колеса. Подобным образом, посредством гидроколес и каналов было организовано производство шелка и гобелинов, по примеру того, как это было сделано в промышленном городе Болонья, а это недалеко от Флоренции, откуда была родом инициатор этой постройки Екатерина Медичи. О странных небоскребах и мельницах Болонья я рассказывала в фильме «Темное средневековье», говорите. Историки приписывают ей свойства якобы зловещего вдохновителя заговоров и отравительницы. Однако по делам видно, что она была разумным организатором ремесел и строительного хозяйства. Второй этаж галереи вполне мог использоваться для балов и вечеринок, для привлечения местного дворянства к освоению этого хозяйства, что также разумно для укрепления королевской власти. Есть еще один достаточно странный факт. Все роскошные картины замком Шинансо создаются в 19 веке, но нет уже привычных в те годы рисунков его строительства. Есть лишь весьма схематичный рисунок замка с мостом, но без галереи. Но эти объекты, что сейчас демонстрируются в качестве музейных экспонатов, сформированы в 19 и 20 веках. Античными можно считать камин в салоне Людовика XIV и зал Франциска I. На камине из салона Людовика изображены геральдические символы Франциска I Саламандра и его жены Клотильды Бретонской Горностай. В 1589 году в своем замке Блуа умирает Екатерина Медичи. По завещанию замок перешел к жене Генриха III Луизе Лотарингской. После этого активная жизнь в замке стала угасать. Генрих III вскоре был убит, а его жена погрузилась в постоянный траур. Центр активности новой династии бурбонов сместился в Париж. Замок постепенно приходит в упадок. На протяжении веков у него последовательно сменяются множество хозяев. Кто-то скажет, что я опять фантазирую, однако я хочу привести вам ряд примеров, которые очень схожи с мельницей Шинансо. Материал я взяла с сайта под названием Мельницы Франции. Представляю вам город Бордо, район Бакалан. Наверное, вы подумали, что это чередой замок эпохи Возрождения. Однако, если мы говорим о мельницах, да-да, этот великолепный архитектурный ансамбль и есть мельница. И мельница не простая, а приливная. Она располагается в устье реки Жеронта и была построена в конце 18 века, благодаря настойчивости местного мельника-плотника Жозефа Лорана Тайнака. Однако, кто именно воплотил и в жизнь сей сложный проект, не упоминается. Следует знать, что зона прилива распространяется на 150 километров вверх по течению Жеронды и вода могла вращать жернова каждые 6 часов. Первоначальный проект предусматривал вращение 24 пар жерновов. Здание мельницы имело впечатляющее размеры. В настоящее время от этого богатого промышленного объекта не осталось и следа. Мельница Абзака в Тулузе оставила в истории города заметный след. Как видно на панораме Тулузы 16 века мельница примыкает к высокой башне, похожей на донжон. Но башня входит в состав мельницы и не предназначена для обороны. В разное время мельница использовалась для переработки зерна, а затем на ее базе было развернуто литейное производство. На реках Иль и Дрона в департаменте Дордон, начиная со средних веков, работает 12 крупных мельниц. Мельница Монфурат на Дроне входит в хозяйство прихода церкви Эглизот, впервые упоминается в 1555 году. В ее состав входят жилые дома, мостовая, шлюз и даже рыбный промысел. На базе подобных водяных мельниц затем возникают крупные пищевые заводы, такие как маслозавод Лаубердемонт. Хорошо видно, что к заводу подходит широкий канал с пристанью, в воду которого и вращали мельничные жернова. Все вышепредставленные мельничные здания очень похожи на общий вид замка Шинансо, то есть общий замысел был хорошо известен с древних времен. И даже в прогрессивном 19 веке, когда паровые машины уверенно сменяли ветряки и водяные колеса, продолжалось воплощение тех же образов. Мельница Паршар расположена на реке Дордонь. Она была построена в 1847 году по разрешению короля Луи Филиппа и его семьи. Со временем мельница расширяется и уже используется до восьми пар жерновов, произведя муку только для окрестных фермеров. Спустя 90 лет она превратилась в большую мукомольную фабрику. В Российской империи был возведен известный всем дворец Петергоф с многочисленными фонтанами и каналами. Изначально и этот дворец мог быть водяной мельницей, и рельеф местности этому весьма способствует. Внутри здания на первом этаже, с учетом перепада по высоте, могли бы разместиться мельничные жернова и производственные цеха. Средневековые промышленные объекты были мощными и величественными сооружениями, и подобных объектов было множество. Но кому-то выгодно, чтобы та далекая эпоха воспринималась с нами слишком убого и примитивно. Многие знаменитые средневековые башни изначально не были оборонительными, а имели производственное назначение. В Российской империи также были сильны традиции в постройке красивых производственных башен. Как правило, это были водонапорные или водоподъемные башни. В 1491 году первый водопровод соорудили в Москве на случай возможной осады города. Там же в Кремле в 1633 году появился первый водопровод с водонапорной башней, теперь она называется водовзводной. Многие башни оформлялись в стиле архитектуры средних веков. Водонапорная башня в столице Башкирии Уфе была построена вместе с водопроводом в начале 20 века. В нашем сознании мельницы остались именно таковыми, и когда мы видим замок с каналами, нам и в голову не приходит, что это не осколок якобы темной средневековой эпохи, а свидетельство периода вполне успешной развитой промышленности. Башкирии Уфе Друзья, надеюсь, вам фильм понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы YouTube, YouTube и Telegram канал Факты на обочине. Ссылки на все материалы будут в описании под видео. С вами была Елена Тапсида. Всего вам доброго, до следующего фильма.